Большую селекторную пресс-конференцию с регионами присутствия ПАУТ-Плюс провел генеральный директор компании Андрей Вагнер. Иваново, напомним, в их числе и относится к Владимирскому филиалу. В планах перевести все города на новую модель рынка тепла с ценообразованием по методу альтернативной котельной, что позволит привлечь крупные инвестиции в развитие теплоснабжения. В настоящее время к переходу полностью готов только Ульяновск. У Владимира, нашего соседа, подписано соглашение с местной администрацией. Процесс не быстрый, но чрезвычайно важный, отмечают энергетики. В этом году заменено порядка 400 километров трубопровода. Цифра претендует на рекорд, но это всего 2% от сетей, которые эксплуатируют и содержат ПАУТ-Плюс. Если пересчете на задачи, они тоже, в общем-то, понятны. Если иметь в виду не 2%, а 10%, то нам нужно по компании выходить хотя бы на 2000 километров в год. Если совсем уж хорошую идеальную задачу, тем, чтобы привести в порядок. Есть некие промежуточные оценки, собственно, уровня повреждаемости и потерь, в том числе. Ну и, собственно, все вот эти неудобства, о которых я говорил, можно видеть 4%, что может быть тогда 800-1000 километров. Ну вот, порядок цифр все время вот такой, потому что количество тепловых сетей у нас каждый год только прирастает за счет передачи нам бесхозных сетей. Чтобы ремонтировать больше, а значит не допускать сбоев в работе в отопительный сезон, нужно порядка 125 миллиардов рублей сверхтарифных источников. То есть, помимо стабильной общей собираемости, нужны инвесторы. Для Иванова работа с должниками одна из приоритетных задач. Как результат, общая просроченная дебиторская задолженность снижается. Традиционно у нас являются проблемными это отрасли ЖКХ и промышленность, которая находится в стадии банкротства. Здесь мы сконцентрировали усилия по работе с арбитражными управляющими, более активно работаем в части привлечения и к субсидиарной ответственности должников, руководителей предприятий. С населением работа адресная. С должниками общаются путем автодозвонов, смс-информирования. Сделать обслуживание удобным и в то же время корректным, ненавязчивым в числе задач на год следующий. Энергетики намерены развивать сервисы, которые позволяют гражданам дистанционно отслеживать историю своего взаимодействия с поставщиком ресурса.